Мы с вами здесь собрались по теме стилевой верстки документа. Занятие может показаться немножко сумбурным, ввиду того, что стили затрагивают сразу несколько сфер работы с документом. Это и профессионально, это и красиво, это и удобно по навигации, и даже в договоре есть такая система многоуровневой нумерации заголовков-подзаголовков, и даже там это будет очень полезно. Наша тема сегодня более подробно будет изложена на следующем слайде. Итак, мы должны с вами рассмотреть сегодня, а зачем нам стили применять в документе. Научимся точно использовать стили в документе, поскольку я уверена, вам понравится данный способ оформления. Все преимущества вы рассмотрите в пункте 1, в пункте 2 будем уже пробовать. Затем мы с вами научимся создавать, это очень быстро, оглавление, а также перечень объектов. Будем использовать объекты рисунки, хотя объектами могут быть и таблицы, и диаграммы, и схемы, но рисунок, раз с вами рассмотрим, что такое список иллюстраций. Будем использовать эффективно сегодня навигацию. С помощью перекрестных ссылок мы будем задавать ссылки на определенные главы нашего документа. Будем защищать шаблон, ограничивать форматирование, чтобы не допустить стилевого разброда. Итак, самое первое, что мы должны с вами знать о том, что такое стили, это то, что стили – это всего лишь малая часть понятия шаблон. Шаблон в программе Word. Что это такое? Прежде всего, это страница. Если мы с вами говорим о корпоративных шаблонах, это может быть одна страничка документа, одна, двадцать, ну, чаще всего это бывает одна страничка документа. И в эту страницу у нас уже кое-что заложено. С точки зрения компании или с точки зрения вообще любой организации, которая просит вас оформить в соответствии с определенными требованиями документ, в эту страницу входят такие глобальные характеристики, как параметры страницы – это поля, слева, справа, сверху, снизу – это подложка, это могут быть колон-титулы, могут быть, а могут не быть, я так скажу. Также у нас может быть цвет страницы заложен, параметры защиты, макросы, билдинг-боксы – все это может быть, а может и не быть. Но сама страница есть, и параметры страницы к ней применены. А также применяется настройка оформления для текста. Набор стилей – это малая часть шаблона, которая включает в себя принципы оформления заголовков, названий, названий рисунков, названий самого документа, то, как выглядят ваши гиперссылки, сноски – все автоматическое оформление заложено в понятии «набор стилей». Я считаю, нам надо уже посмотреть, с чем конкретно мы сегодня будем сталкиваться. Изучаем мы крохотную часть вашего шаблона Word, а все это остальное разбирается уже дальше, конечно, на полном курсе программы Word. Давайте мы взглянем с вами на то, что такое документ, профессионально оформленный стилями. Прошу вас открыть в папке «Материалы вебинара». Открываем с вами папку «Материалы вебинара». Документ под названием «Демонстрация стилей». Работаем мы с вами в 2016-м или это может быть 2013-м, это не очень важно, функционал. Если у вас открывается в таком виде, я прошу нажать на кнопку «Разрешить редактирование», поскольку материалы скачаны у нас с диска, с интернета, мы должны подтверждать кое-какие здесь действия. Вот как сейчас на данном этапе у нас выглядит документ. Вот этот документ профессионально оформлен. И речь не о том, что я сюда закладываю какие-то принципы красоты и гармонии. Не-не-не, это все по пауэрпойнту. Добро пожаловать, я расскажу все, как сделать красиво. Нет, я не буду даже говорить красиво, некрасиво, я говорю профессионально. Я собираюсь сейчас доказывать, что это профессионально по нескольким критериям. Давайте с вами поговорим про то, что такое навигация. На данном этапе работы вы про навигацию можете знать следующее. Ctrl-Home на клавиатуре давайте сделаем. Ctrl-Home в начало, Ctrl-End в конец. Все, что мы с вами знаем про навигацию. Плюс дополнительно, давайте я освежу вам немножко память, вы можете такой мини-блок себе сделать. Ctrl-Home, Ctrl-End, это, соответственно, в начало и в конец документа мы перемещаемся. А кроме этого нажмите, пожалуйста, клавишу на клавиатуре, клавишу F5. Нажав на клавишу F5, вы увидите следующее окошко. Введите, пожалуйста, номер страницы 8, 8 и нажмите на клавишу Enter. В настоящий момент вы будете находиться на 8 странице. F5 это окошко для быстрой навигации, вообще это целый сервис, который называется найти, заменить и перейти. Клавиша F5 вам открывает автоматический переход на страницы и достаточно просто ввести номер с клавиатуры, подтвердить клавишу Enter, либо кнопкой подтвердить. О том, что я вас не обманываю, можете убедиться в том, чтобы скосить глаза на левый нижний угол документа. Страница 8 из 11, да? Вы правильно находитесь? Правильно, да? Вот это все, что мы с вами знаем пока про навигацию. Это работает в любом вордовском документе. Профессионально он оформлен или не очень. Но теперь я прошу вас на вкладке вид, пройдите пожалуйста на вкладку вид, найти команду, вернее это не команда, это опция, проставляется в чекбоксе галочка, область навигации, navigation pane. Область навигации, поставим с вами галочку и у вас слева получается, появляется область, в которой находится мультимедийная структура вашего документа. Пощелкайте по словам, прошу вас, которые вы там видите. Лента, вкладка главная, практика, панель быстрого доступа и так далее. Что-то происходит, да? Вы начинаете перемещаться по документу более эффективно. Но вот эта классная штука будет работать только если ваш документ оформлен с помощью стилей, с помощью нашей сегодняшней темы. И я сейчас это докажу. Ctrl-A на клавиатуре, она A английская, да, от английского слова all. Выделите пожалуйста все. И на вкладке главное я прошу вас уничтожить форматирование символов в этом документе с помощью кнопочки в группе команд шрифт, такой розовый ластик. Ищите. Вкладка главная, розовый ластик такой есть, да? Такое уничтожение всего форматирования. Когда вы уничтожите весь формат, то есть стилевая разметка, она относится к формату, да, она тоже, конечно же, уничтожается. Вы увидите, что область навигации теперь не работает. Не работает. Отменяем с вами действия назад. Было хорошо. Было хорошо. Итак, область навигации включается у нас на вкладке вид с помощью галочки, проставляемой в чекбокс. Но имеет смысл область навигации только с длинным документом и только в том случае, если этот документ оформлен правильно с помощью стилей. Кстати, область навигации делает сумасшедшие классные вещи. Сверните, пожалуйста, в области навигации все заголовки до заголовков первого уровня. Достаточно щелкнуть по любому заголовку правой клавишей мыши и выбрать команду «Свернуть все». Попробуйте. Правой клавишей мыши команда «Свернуть все». Все до заголовков первого уровня мы с вами сворачиваем. Представьте себе, что вам надо поменять главы документа местами. Обычно используются обычным пользователям в программе Word такие тяжелые команды, как «Вырезать» и «Вставить». Я права, да? Если вам надо главу 1 и главу 2 поменять, вся глава 1 выделяется, вырезается в буфер обмена, курсор переставляется и так далее. Но здесь это просто магия. Методикой «драк энд дрог» «хватай, таскай» вы можете схватить главу первого порядка и потащить ее вниз мышкой. Просто схватить и просто потащить. Попробуйте. Ну, побалуемся как бы, да? Под приложение получится положить ее? Вместе со всем своим содержимым, вместе со своими подглавами и, разумеется, с текстом, вся глава перешла у нас в конец документа. Но я прошу вас отменить все-таки действие назад. Это просто нехорошо. То, что здесь главы можно менять местами, это тоже очень здорово. Ну, опять-таки, все это отталкивается от того, что у нас эти главы самые есть. То есть от стилей все отталкивается, от этой сегодняшней темы. Это первое преимущество использования стилей, структурных стилей. А что я могу сказать дальше? В чем состоит второе преимущество? Второе преимущество состоит в том, что мы с вами можем сделать оглавление в нашем документе. Я прошу сейчас выполнить несколько действий на клавиатуре. Ctrl, Home. Мы перемещаем с вами курсор в начало документа. Кстати, этот алгоритм действий у вас записан. Я немножко сейчас отвлекусь от хода нашего тренинга и покажу вам слайд, по которому мы сейчас собираемся работать. Это будет слайд под номером 10. Выглядит он будет вот так. Попробуем слепую. Ctrl, Home вы нажали. Это привело к тому, что вы находитесь в начале вашего документа. Следующее действие на клавиатуре Ctrl, Enter. Для того, чтобы создать разрыв страницы. Если курсор находится в начале вашего документа, в таком случае у вас появляется пустая страница наверху. Еще раз нажав на Ctrl, Home, вы снова переводите курсор на вновь созданную вами страницу в документе. Ctrl, Home, Ctrl, Enter, Ctrl, Home. Вот такая вот святочка должна произойти. А затем вы выполняете команду. Команда, которая заявлена здесь в последнем пункте, будет находиться на вкладке ссылки. Вкладка ссылки. Кнопка «Оглавление» будет самая первая кнопка. И команда «Автособираемое оглавление» вами выбирается. Вот это у нас содержимое десятого слайда. Я очень люблю большой поклонник точных алгоритмов действий. То есть эту связку можно выполнить с закрытыми глазами. В любом документе она будет работать. Ну, разумеется, при условии, что в этом документе есть стили. Стили структурного типа, заголовочные. Так, давайте я сама попробую. Сама попробую. Итак, Ctrl, Home. Ctrl, Enter. Ctrl, Home. У меня создалась страница, в начале документа находится она. Затем на вкладке ссылки я нажимаю на кнопку «Оглавление». У меня есть автособираемое оглавление 1 и автособираемое оглавление 2. Понятия не имею, в чем там разница. Честное слово, абсолютно одинаковые позиции. Выберите либо первое, либо второе. И у вас появляется оглавление. Выглядит оно идеально. Правда ведь? Собирает главы первого, второго, третьего порядка. То есть все то, что находится в нашем документе, уже все готово. И, кстати, мне не стыдно признаться, было время, когда я это делала вручную. То есть точка, 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 номер страницы. В номер страницы не помещаешься, одну точку удаляешь. Там как-то все равно криво, косо. Ну, а оказывается, все это делается очень быстро. Это второе, что я могу сказать в защиту применения стилей. И это еще далеко не все. Сейчас мы давайте перейдем на вторую страничку нашего документа. Вот так. Пройдите, пожалуйста, на вкладку «Дизайн». На вкладке «Дизайн» вы видите состав шаблона. Не весь, конечно. Помните, я говорила, что в состав шаблона входят параметры страницы. То есть на вкладке «Макет», соседняя вкладка с вкладкой «Дизайн», тоже находятся команды, которые имеют отношение к шаблону. Есть еще вкладка под названием «Разработчик». Мы с вами на прошлом тренинге, на прошлом семинаре использовали там кое-что. Там тоже находятся шаблонные кое-какие моменты. Например, там макросы находятся. То есть за то, что такое шаблон, отвечают сразу несколько элементов нашей ленты. На вкладке «Дизайн» находится у нас команда «Цвета» и команда «Шрифты». Это маленькие, но гордые части шаблона. Если вам нужно во всем документе поменять шрифт, откройте, пожалуйста, команду «Шрифты». Выберите там что-нибудь, например, там «Корбл-Корбл», «Кандора-Кандора», «Калибри-Калибри», «Джорджия-Джорджия», «Гарамонт-Гарамонт». Как правило, шрифтовой набор состоит из двух частей. Сейчас такая мода в последнее время пошла на то, что все шрифты одинаковые. Вот видно, да, двойные. Давайте я возьму какой-нибудь такой вот не двойной набор, а разный набор. То есть вот здесь жирным описано название набора. Далее верхний шрифт, который идет на все заголовки вашего документа. То есть все главы, все заголовки будут оформлены этим. А нижний шрифт отвечает в таком случае за весь обычный текст, который будет находиться в основном массиве вашей текстовой информации, а также в таблицах, диаграммах и прочее. И в таком случае вы сразу во всем документе меняете шрифтовой набор. Речь не идет о том, что что-то становится жирным, где-то что-то подчеркивается. Нет. Только шрифтовая часть шаблона. Только шрифтовая. Цвета. В команде цвета вы можете поменять цветовую составляющую вашего шаблона. Ну, сейчас у нас меняется очень незначительная часть. Команду цвета нашли, да? Вот целая цветовая растяжка. Дело в том, что в этом документе у нас нет объектов, в которых много цвета. Здесь нет цифровых диаграмм, здесь нет фигур. Поэтому меняется совсем-совсем там пара элементов. Да, какая-то полосочка цвета шрифта меняется. Цветовая растяжка, которую вы видите, отвечает за весь цвет, который вообще будет в вашем документе доступен. Ну, там я возьму что-нибудь зелененькое. Самое главное, что мы можем здесь поменять, мы можем с вами поменять набор стилей. На вкладке дизайн у вас есть список, в котором у нас находятся принципы оформления текста. Повыбирайте, пожалуйста, вообще любой из них. Когда вы щелкнете на любой из наборов, вы увидите, что у вас что-то начинает меняться во всем документе. Правда ведь? У вас меняются отступы абзацев, у вас меняются шрифтовые эффекты. Размер текста может значительно поменяться. Все шрифтовые эффекты, все принципы оформления у нас находятся вот в этих так называемых стилевых наборах. Это все стилевые наборы. Кстати, последний из них часто используется в договорах. Один, 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 видно вот эти вот пункты? Это стилевые наборы, и они действуют сразу на весь документ. Итак, последнее, что я хотела бы сказать в защиту профессионального оформления, что если вы изначально все сделали правильно, использовали стили в вашей работе, то дальнейшая работа с документом представляет из себя гибкое по смене дизайна решение. Если вы стилями не пользуетесь, вы будете каждую часть документа обрабатывать вручную. Вручную. Я предлагаю вам текущий документ закрыть и в целом-то не сохранять, поскольку мы с вами сейчас научимся применять эти стили. Надеюсь, я достаточно разрекламировала у нас по началу работы. Реклама у нас находится на слайде под номером 5. Итак, вы будете применять стили. Категорически мы с вами для длинного документа не используем группу обычных команд, которые находятся на вкладке «Главные». Мы не будем сегодня использовать группу команд «Шрифт». Вообще. Мы не будем с вами использовать группу команд «Абзац». Вообще. А в конце занятия я научу вас создавать такой документ, в котором не только вы ничего не будете делать, никто другой ничего не сможет сделать. Никто не сможет там сделать «Ж», «К», «Ч» там побольше, поменьше размер текста. Будет у нас доступна только группа команд профессионального оформления. Вот что будет доступно. И в целом, чем меньше, конечно, мы будем делать каких-то ручных действий, тем круче считается ваша работа. Итак, область навигации, создание оглавления, многоуровневый список у нас еще впереди. Будем с вами применять набор стилей на вкладке «Главные», заменять набор стилей на вкладке «Дизайн». Прошу вас открыть сейчас документ из нашей рабочей папки, называется «Применение стиля». Разрешите, пожалуйста, редактирование в этом документе. Область навигации в этом документе пусть будет у нас открыта. Область навигации здесь вот она. Если она у вас закрыта, на вкладке «Вид» я вас прошу поставить соответствующую галочку. В этом документе, который, он небольшой, небольшой, на три странички всего. В этом документе я собираюсь поставить несколько задач. Самая первая задача – это применить стили структурного типа к нашему документу. Стили я могу подразделить на структурные, декоративные, стили названий. Самое главное, конечно, стили структурные. Для того, чтобы увидеть полный набор стилей в нашем документе, ну хотя бы основные стили в нашем документе, мы можем с вами разворачивать на вкладке «Главное» список стилей. Разверните, пожалуйста, список стилей. Вот он. Есть такой? Но я это дело не очень люблю. Как-то не совсем удобно, что ли, получается работа. Щелкните по документу, пожалуйста, там ничего не выбирайте. Я больше люблю, когда перед глазами открыта колоночка стилевая. Если вы нажмете на такую маленькую кнопку, расположенную в углу группы стилей, у вас появится колонка. Колонка стилевая. Она, пожалуй, немного удобнее в работе. Эту колонку вы можете прилепить к правой стенке экрана. Схватитесь за название колоночки, прямо за слово «стили» можно схватиться, и приставить к правой стенке экрана, чтобы она влезла вот так вот, осталась хорошо на экране. Вы видите стили, которые называются «заголовок 1», «заголовок 2», да? Вот это стили, которые называются «структурные». Именно эти стили отвечают за то, что у вас появляется оглавление в документе. Главы. Есть стили, в которых есть слово «выделение». Вот они. Слабое выделение, просто выделение, сильное выделение, строгие, выделенная цитата, слабая ссылка, сильная ссылка. Все эти стили отвечают за то, чтобы украсить текст. Вот, например, когда курсив вы делаете, вы же имеете что-то в виду, да? Не ради же красоты мы это делаем. Курсив – это что такое? Второстепенная информация, перевод слов, иное значение слов, чьи-то мысли, думки, прошлые события. То есть какой-то мы туда функционал вкладываем. Когда вы делаете что-то жирным, это, несомненно, акцент, термин, определение, просто там что-то такое, да, собираетесь выделить. Подчеркиванием мы еще более важную информацию выделяем. Только что здесь они тоже варьируются по степени активности. Есть еще стили названий, но они здесь не полностью приведены. Полный список стилей очень большой. Мы можем рассмотреть полный список через кнопку управления стилями, но чуть-чуть попозже, попозже, не сейчас. Выделите, пожалуйста, в вашем документе все фразы красного цвета. Красный цвет не имеет никакого отношения к вашим будущим действиям. То есть я этот документ просто подготовила для учебных целей, для моей коммуникации с аудиторией. А хотите, фокус покажу. Смотрите. Щелкните по любой красной букве, по красному тексту. А теперь фокус. Команда «Выделить». Выделить все фрагменты текста с одинаковым форматированием. В таком случае у вас выделяется весь красный текст в вашем документе. Понравился фокус, да? Вот. Есть. И присвоите, пожалуйста, данному тексту стиль под названием «Заголовок 1». То есть щелкните на стиль «Заголовок 1». Это главы первого порядка в нашем документе. Они уже перестанут быть красными после вашего щелчка, но это совсем не важно. Совсем не важно. Заголовок 1. Есть. Если все сделано правильно, в области навигации должны появляться 5 глаз первого порядка. Теперь я прошу выделить весь зеленый текст в вашем документе. Щелкаем с вами по зеленому тексту и выполняем ту же самую команду «Выделить». Выделить весь текст, имеющий подобный же формат. И прошу вас присвоить заголовок второго уровня в вашем документе. Произойдут снова изменения. Подобная быстрая работа – это только сейчас. Вы должны взять себе на вооружение. Я сейчас совместно с одним преподавателем веду очень крупный проект с длинным документом. Ну и что-то человек сделал дома, принес. И вот она не может поставить себе работу так. То есть я написала главу, не говорит себе «А, я оформлю потом». И дальше пишет текст. Потом снова глава и дальше пишет текст. То есть потом мы с ней уже, она же не делает там ничего красного и зеленого, да? Потом мы с ней уже начинаем вспоминать. Это глава первого порядка или глава второго порядка. Вы должны все это делать прямо во время работы. Не откладывая на потом, если у вас появилась глава, вы должны ее сразу оформить как заголовок 1 или заголовок 2 или заголовок 3. Ну, все это по принципу вложения. Кто самый главный, кто менее главный, кто совсем не главный. Заголовков может быть любое количество. Я имею в виду по принципу вложения. Ну, принцип матрешки, да? Заголовок первого уровня – это что-то самое основное, да? Дальше все меньше, меньше, меньше. Что мы делаем дальше, уважаемые слушатели? Далее в этом документе мы произведем с вами несколько изменений. Давайте перейдем с вами наверх. На первую главу щелкните, пожалуйста, в области навигации, она у нас работает. Поднимаемся с вами наверх. Фразу «Солнечная система» я прошу вас оформить как название. 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 Так, только не название книги. Нет, нет, нет. А где у нас название? Может быть, она... Заголовок просто возьмем. Просто заголовок. А почему он так? Он же должен быть как название у нас. Ну, возьмите его как просто заголовок. Вот он. По идее, в более старой версии программы, в 13-й версии программы, заголовок для всего документа звучит как название. Ну, просто, коротенько так. А здесь вот почему-то заголовок, но беспорядкового номера представлено. Кстати, не обращала на это внимания. Оформилось? Да? Просто как заголовок. Так, повторим с вами создание оглавления для нашего документа. Ctrl-Home, Ctrl-Enter, Ctrl-Home. На вкладке ссылки, далее, мы нажмем с вами команду на оглавление. Автособираемое оглавление. Ctrl-Home, Ctrl-Enter, Ctrl-Home. Оглавление, автособираемое оглавление. Забыла один раз делать. Ctrl-Home. Есть. То есть, все было только что на ваших глазах, все получилось. Совершенно не важно, как выглядит, какого цвета, какого размера сейчас текст. Изменить стили вы можете в любой момент абсолютно. Но изменять пока что-то рано. Я сейчас еще и попрошу добавить иллюстрации в этот документ. Прошу вас разорвать абзац на клавишу Enter, имею в виду. Разорвите, пожалуйста, абзац клавиши Enter на клавиатуре. В любом месте буквально. И выполните команду вставка рисунки. На вкладке вставка команда рисунки. В нашей рабочей папке мы с вами можем найти, на рабочий стол с вами переходим. В нашей рабочей папке мы можем с вами найти всего три рисунка, которые я прошу вставить в этот документ. Это Венера. Можно чуть-чуть уменьшить. Ну, на второй страничке тоже можно где-нибудь разорвать абзац произвольно. То есть совершенно я не настаиваю на точной позиции курсора. На второй страничке вставим с вами следующую картинку. И на третьей страничке вставим с вами еще одну картинку. Команда вставка рисунки. Нептун. Можно немножко уменьшить. На этом этапе я хочу сделать одно признание. Давайте мы к первому рисуночку перейдем. Когда мне нужно было рисунок подписать, я не говорю о том, что мы там какое-то название должны вводить. Спасибо, Андрей, я стараюсь. Дело, хотя бы просто рисунок один написать. Саму по себе фразу такую. Я признаюсь, как я поступала когда-то. Я устанавливала курсор справа, вот тут внизу, от рисунка. Нажимала на клавишу Enter и, собственно говоря, вот так и писала. Рисунок один. Кто-нибудь так делал когда-нибудь? Вот для программы Word это просто слова, которые относятся к основному массиву текстовой информации. Представьте себе, что вы эти слова можете заставить работать. Они превращаются в своеобразные якоря, которым можно привязывать гиперссылки. Перемещаться можно с документа на документ, потом на конкретный рисунок. Можно создавать автоматический перечень объектов, если мы с вами научимся вставлять правильные названия. Для того, чтобы вставить правильное название к рисунку, мы должны сделать следующее. Щелчок правой клавиши мыши непосредственно по иллюстрации. Не влево, не вправо, не выше, не выше, а прямо по рисунку. И в контекстном меню мы с вами находим и выбираем команду под названием «Вставить название». Он говорит, рисунок вам нужен, но может быть кто-то какой-нибудь суперхакер посидел за нашими компьютерами и вам предлагается что-то другое, но по идее должен предложить вам подпись рисунок. Рисунок один, эти слова уже имеются. Удалить их, стереть здесь невозможно, поскольку это тип объекта. Вы можете допечатать что-нибудь в верхнем поле, например, непосредственно название объекта «Венера» или что-то писать. Но, наверное, давайте не будем, неохота, неохота. То есть можно писать, вот здесь можно любой бред, кстати, с клавиатуры вести, если хотите. Можно писать, можно не писать. Просто нажмите, пожалуйста, на «Ок» и все готово. Подпись «Рисунок один» появилась у вас. Появилась. Конечно, во-первых, мы с вами очень здорово автоматизировали процедуру, а во-вторых, мы с вами еще и в дальнейшем имеем кое-какие преимущества. Сейчас будет фокус, расскажу. Рисунок два оформляем. Кстати, а давайте перепрыгнем, перепрыгнем. Пропустите один рисунок. Давайте третий оформим. Правой клавишей мыши по третьему рисунку вставить название. Он его должен как второй, да, понять? А теперь вернитесь к предыдущему рисунку без названия и вставьте ему теперь. Правой клавишей мыши вставить название. Обратите внимание, что второй номер будет теперь у того, который будет выше, а там ниже уже будет номер три. Но на будущее из раздела андеграунд, так сказать, я хотел бы вам дать один совет. Если вы будете менять у рисунка, ну, например, местоположение или манеру его взаимодействия с текстовой информацией, то название, как правило, отваливается. Вы начинаете думать, как бы его обратно, в общем, вы начинаете тревожиться о том, что надо название перепечатать, пододвинуть и так далее. Так вот вам один совет. Если название вас устраивать хоть чем-то не будет, я советую вам удалить дефектное название и повторить вот эту элементарную, в принципе, процедуру, да. Правой клавишей мыши команда вставить название «Не возитесь», то есть не надо, оно того не стоит. Кстати, хочу вот проиллюстрировать мои сейчас слова сказанные. Щелкните, пожалуйста, по рисунку обычной левой клавишей мыши. У рисунка вы увидите один управляющий элемент, который позволяет менять его отношение с текстовой информацией. Нажмите, пожалуйста, на этот элемент. Динамическая кнопка. В старых версиях там была собачка нарисована когда-то. Выберите, пожалуйста, обтекание по контуру. Да вообще любое обтекание можно выбрать. Так, выбрали? Ну, например, такое. Выбрали обтекание по контуру и закройте параметры разметки рисунка. Где название к рисунку? Вот куда-то оно убежало у меня вбок. Вот та самая ситуация. Вы изменили отношение рисунка с текстом, а название куда-то, да, куда-то сместилось, куда-то дернулось. Что нам надо сделать сейчас? Вот оно название, оно дефектное. Выделяем, полностью выделяем, как текст, уничтожаем клавиши длины. Какой-то еще якорь, это нормально. Когда объект занимает в тексте у нас положение не сплошное, от поля до поля, а положение, которое позволяет его перемещать по документу, как объект графического типа, якоречек появляется. На него не обращайте внимания. Сейчас еще один, кстати, появится по выбору. Так, удалили дефектное название. И еще раз по рисунку щелкнули правой клавишей мыши, команду вставить название, выбрали. Подтвердили. Теперь название появилось. Вот якоречек у названия, посмотрите. Видно? Якорь есть и рисунок три есть. Все верно. Якорь это просто прицепка его. Он у нас прицеплен к этому самому. Автофигуры появились. А вот автофигуры нам не нужны. Автофигуры не должны появиться. Покажите мне на вашу автофигуру. Так. Дальше что? Вот мы вставили с вами название. Хорошо, вставили. Но это еще не все. После того, как мы ставили с вами название, хотя это уже приятно, я собираюсь получать список объектов. Давайте пойдем с вами в конец. Напишем с вами на клавиатуре, вернее, не напишем, а нажмем с вами на клавиатуре Ctrl-End. Вниз. Нажмем с вами дальше Ctrl-Enter. Чтобы у нас появилась дополнительная страничка. Алгоритм, который я собираюсь вам сейчас рассказывать, у нас расположен на слайде под номером 12. Мы с вами рисунки вставили. Вставили название. Имя рисунка вводить не обязательно. Ctrl-End, Ctrl-Enter сделали, да? А теперь мы с вами выполним команду. Но мне кажется, надо сначала под заголовочек какой-нибудь написать. От руки пишите список иллюстраций. И оформите, пожалуйста, эту фразу как заголовок первого уровня. Как заголовок 1 оформили эту фразу. Установили курсор под списком иллюстраций. В программе Word некоторые подобные шапочки появляются самостоятельно. Вы заметили, что у оглавления вашего документа слово «оглавление» написано само, да? А вот для процедуры, которая у нас с вами будет сейчас, фраза «список иллюстраций» или «перечень объектов». Ну, то есть никакой фразы вводной не имеется. Сразу появляется список объектов, поэтому лучше напечатать заранее. Установите, пожалуйста, курсор под список иллюстраций. И я вас приглашаю на вкладку ссылки. Команда на вкладке ссылки будет у нас звучать как список иллюстраций. Вкладка ссылки. Давайте я вас ориентирую по интерфейсу. Вкладка ссылки. Вот она махонькая у меня совсем. У вас наверняка интерфейс немножко пошире. У вас там писано «список иллюстраций». Но сама по себе эта команда возможна только из-за того, что вы правильно вставили название. Если бы вы писали руками рисунок 1, рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3 и так далее, то эта команда бы вам ничего бы не дала. Она бы просто в холостую бы сработала, да и все. Так как вы вставили название, теперь вы можете нажать на эту кнопочку «список иллюстраций», далее нажать на кнопку «Окей», делать, собственно говоря, здесь ничего не нужно, и список иллюстраций вы получили. У вас написано, какой рисунок, ну я тут побаловалась, название дурацкая вела с клавиатуры, да, он его отобразил, конечно же. Какой рисунок и на какой странице будет располагаться. Данное содержание еще, помимо всего того, что оно есть, это уже хорошо, обладает еще и некоторой мобильностью. Удерживая клавишу «Контрол» на клавиатуре, щелкните, пожалуйста, по любой строке, «Контрол» держим, не отпускаем, ну как будто гиперссылочку запускаем, по любой строке щелкаем, и мы с вами перемещаемся на соответствующий объект. Курсор у нас будет прямо-таки расположен на этом самом месте. Ну и хотелось бы вам показать некоторые основы работы, связанные с редактированием стилей. Стили мы с вами назначили на наш документ. Самые основные, поверьте мне, я никуда особенно глубоко не лезла, мы с вами только фактически оформили главы первого и второго порядка, и вот тот текст, который здесь находится в рисунках, это тоже часть стилевого оформления, это название объектов, которые, опять-таки, можно форматировать сразу во всем документе, сразу. Приглашаю вас на вкладку «Дизайн». На вкладке «Дизайн» вы можете сейчас сменить дизайн одним движением руки. Исходя из того, что вы все сделали правильно, сейчас ваш документ будет обладать определенной гибкостью. Пощелкайте, пожалуйста, по дизайнам, которые вы там видите. Обратите внимание, как у вас меняется сразу весь документ. Правда ведь? Если вы где-то недовольны шрифтом, вас волнует шрифтовая, то есть все нравится, шрифт не нравится. Бывает такое, да. Вы можете поменять отдельную часть дизайна командой «Шрифты». Если все нравится, не нравится цвет, меняйте отдельную часть дизайна командой «Цвет». Давайте я попрошу вас выбрать определенный набор. Он будет называться… Так, чтобы мы с вами следующее действие сделали. Он будет у нас называться… Так, 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 что бы такое взять? Что бы такое взять? Думаю, думаю, думаю. Давайте возьмем, который называется «Ворд-2003». Он очень строгий, его часто берут за основу по работе. Набор «Ворд-2003». При подведении курсора должен давать небольшое текстовое сообщение. Наверное, он второй, да, в списке встроенных. «Ворд-2003». Выбрали. Это база, от которой мы с вами отталкиваемся. База. Но в этой базе меня сейчас кое-что не устраивает. Давайте я вам список требований скажу, что мне не нравится. Перейдем с вами на вкладку «Главное». Так. Вот весь этот состав – это «Ворд-2003». Вот то, что вы выбрали на вкладке «Дизайн», это его состав. Вот он. Вот. Это «Ворд-2003». То есть то, что вы выбираете на вкладке «Дизайн», это не один стиль, это целый набор, да? Это целый набор. Но мне здесь что-то не нравится. Например, у вас выравнивание основного текста какое? Текст по левому краю выровнен, да? А я хочу по ширине. А все главы, все главы, что первого, что второго порядка, я хочу по центру. А курсив, а курсив я вообще не люблю. А название моего документа «Солнечная система» должно быть побольше, побольше, побольше. То есть я на вкладке «Дизайн» выбрала какую-то отправную базовую точку, которая мне более-менее подходит, но затем я начинаю уже выдвигать какие-то собственные требования по оформлению этого документа. И теперь я могу заняться капитальной редакцией, и редактирование каждого стиля по отдельности можно производить прямо-таки немедленно сейчас. Щелкните, пожалуйста, по обычному тексту в обычном документе в этом, ну куда-нибудь, в пространстве, по любому слову. Если вы щелкнули действительно по обычному тексту документа, который никак и ничем не оформлен, то вы должны увидеть слово «Обычный» в списке стилей. Да? Оно выделено у нас. И по этому стилю я прошу вас щелкнуть правый клавиш и выбрать команду под названием «Изменить». Открывается большое страшное окно. Чего нам сегодня точно не надо будет делать, мы сегодня не будем создавать принципиально новые стили, мы будем с вами изменять только встроенные стили, поэтому мы с верхней частью работать не будем, не собираемся. Мы с вами собираемся немножко поменять по стилистике здесь. Например, вот такая вот кнопочка, как «По ширине» знакома вам? Выравнивание текста по ширине, да, вот оно. Ага, интервал полуторка. Размер 14. Отлично. Окей. Во всем вашем тексте обычный текст вашего документа только что изменился. Интервал полуторка, выравнивание по ширине. Изменения коснулись у вас обычного текста. Все произошло уже, да? И это только начало. Что дальше я прошу? Щелкните, пожалуйста, теперь по главе первого порядка. Ну, например, по фразе «Загадки планет Солнечной системы». Это глава первого порядка. Всего у нас пять глав первого порядка в нашем документе. В области навигации об этом у нас информация есть, да? Вот она. Раз, два, три, четыре, пять. Как бы статистики нет, но мы ее видим. Видим непосредственно. Щелкули. Представьте себе, что вам надо изменить внешний вид этой главы. То есть вы должны сделать это как минимум пять раз, да? Ну, или кто как там воспользоваться кнопкой «Формат по образцу», написать макрос. Но это может быть произойдет гораздо более крутым образом. Щелкнув по главе первого порядка, затем в стилевом столбике правой клавишей мыши вы щелкаете по названию этой главы, правой, выбираете команду «Изменить». И я прошу вас сделать выравнивание по центру «Размер текста 20 пунктов». Ну, для того, чтобы мы с вами еще и сразу это увидели, давайте еще и цвет поменяем на какой-нибудь там красный, например. Например, стандартный красный цвет, возьмите, темно-красный цвет. Кстати, вот эти цвета, которые выбираются в блоке «Стандартные цвета», не подчиняются в дальнейшем смене шаблона. Они затем не… ну, они останутся красными, в общем. Их можно перекрашивать, но только вручную. Они не будут пластично меняться с изменением шаблона, они такие вот красные до конца будет у нас, до победного. Окей, окей. Итак, 20 пунктов по центру «Жирный красный». Окей. Перейдите, пожалуйста, на каждую главу первого порядка. Везде произошло это действие, правда ведь? 20 пунктов «Жирный по центру». Отлично. Только там в одном месте рисунок смещается, но что делать. Теперь я прошу щелкнуть по любой главе второго порядка. И вы уже наверняка знаете, да, что я хочу. Да. По любой главе второго порядка мы с вами щелкаем. Правой клавишей мыши щелкаем по заголовку «2». Выбираем с вами команду «изменить». Тоже прошу по центру, уберем с вами курсив. Цвет можно выбрать, выберите любой, ну там синий, например, фиолетовый, какой-нибудь цвет. Ну так, чтобы мы снова это и хорошо заметили. Размер текста 18 пунктов. Итак, по центру. Размер 18, жирный, он же полужирный. Цвет. Если вдруг вам мало того, что вы имеете, и хочется что-то сделать покрасивше, побольше, ну, например, добавить заливку, заливку к абзацу красивую добавить, все дополнительные возможности находятся в кнопке «Формат». Да, нажав на кнопку «Формат» в левом нижнем углу, вы можете выбрать что-нибудь эдакое, например, «Граница», «Закладочка-заливка» и выбрать цвет заливки какой-нибудь бледненький, бледно-синий. Или не делать этого. Я к тому, что очень много средств по оформлению текста. Пользуемся мы с вами какой-то малостью, а можно там сделать, ну, что-то колоссальное, конечно, по внешнему виду. Окей, окей, окей. 18. Сделала, не сделала, не подтвердилась. Вот, теперь подтвердилась. И все главы, все главы второго порядка у нас отформатировались. И так вы можете отформатировать, ну, пожалуй, каждый стиль. И в итоге вы можете еще и сохранить данное стилевое решение. По сути, этот уже внешний вид документа уже не то, что вы выбирали когда-то на вкладке «Дизайн». Вы изменили только что и обычный текст, и главу первого, и второго порядка. Вы можете подойти к вопросу более радикально и воспользоваться редактором и отформатировать абсолютно все стили. Редактор у вас открывается с помощью кнопочки. Вот здесь вот в столбике, посмотрите, вот такая третья кнопка здесь имеется. Но эта работа уже у нас будет входить в состав основного материала. Это уже вор 2, надо прийти. Два дня мы этим занимаемся. Два дня, два занятия. С 10 до часу, если заниматься. То есть это очень крупная тема на 8 академических часов. Если вы пользуетесь редактором, видно, какое здесь количество стилей? Вот здесь за угол заплетается, посмотрите, да, так вниз, если все. Если каждый стиль редактировать, редактирование каждого стиля происходит кнопкой «Изменить», это занимает огромное количество времени. А далее вы можете сохранить этот весь набор, уже отредактированный, как набор для постоянного использования. Пройдите, пожалуйста, на вкладку «Дизайн». Ну, прямо сейчас, прямо сейчас. Пройдем с вами на вкладку «Дизайн». Список стилей я прошу вас через стрелочку развернуть до полного выпада. И команда «Сохранить как новый набор стилей». Имя задайте, пожалуйста, «Мой набор» или любое другое, там, что-то с клавиатуры можно внести. Папку я прошу вас не менять. Сразу открывается нужная папка по умолчанию. Вам нужно только ввести имя файла и нажать на команду «Сохранить». После чего разверните, пожалуйста, набор еще раз. В разделе «Пользовательские» у вас появится ваш набор. То есть там могут находиться наборы, например, в домашних условиях у меня на ноутбуке находится шаблон моей организации. Шаблон специалиста там лежит. Когда мне нужно быстренько сделать корпоративный документ, я знаю, какие у нас корпоративные правила по оформлению. Я заранее создаю этот набор стилей и в любой момент могу его использовать. Если я создам новый документ, «Контрол-Н», нажмите, пожалуйста, от слова «Нью». Пройдите на вкладку «Дизайн», разверните список стилей. Есть он? Включаете и, стало быть, работаете, да? Включайте ваш набор стилей. Включайте. Ну и напишите, пожалуйста, глава 1. Глава 1. Оформите ее как главу 1. Кстати, я сама хитро работаю, а вам не говорю. Горячее сочетание клавиш есть, очень удобное, на то, чтобы не пользоваться вообще интерфейсом. Чтобы сделать главу первого порядка, нажимается сочетание клавиш. Я, кстати, советую записать. «Контрол-Альт-Единица». Догадайтесь, как сделать главу второго порядка. «Контрол-Альт-Двоечка». Дальше «Контрол-Альт-Троечка» и так далее. Можно делать все то же самое, конечно же, и здесь, вот в стилевом окне. В стилевом окошке списка, либо в стилевом столбике. Но я лично предпочитаю на клавиатуре. «Контрол-Альт-Единица», «Контрол-Альт-Двойка» и так далее. Глава 1 у вас по центру, красная, да? Размер текста 20 пунктов, все верно? Все, что мы с вами задавали ранее. Если выбрать ваш набор стилей на вкладке «Дизайн», потом вы можете работать с этим набором в абсолютно новом пустом документе. Такой как бы тезис, итог небольшой. Напишу глава 2. Нет, не глава 2, а как бы это сказать. Ну, напишу под глава. А, пункт напишу, вот что я напишу. Пункт. И пункт оформлю как главу второго порядка. «Контрол-Альт-Двойка». Ну, все работает, все работает, конечно. Все работает. Если я буду печатать обычный текст, обычный текст у меня будет 14 пунктов, выравнивание по ширине. Ну, то есть все работает. На вкладке «Дизайн» вы можете сохранить свой стилевой комплект. Команда «Сохранить» как новый набор стилей. Об этом у вас будет рассказывать, лишний раз напоминать презентация. Закройте, пожалуйста, новый документ сохранять не надо. Документ применения стиля, если хотите, сохраните. Какую-то часть работы мы с вами здесь делали. Об этом у вас будет рассказывать учебная презентация. Давайте я даже вернусь к ее основе, кое-что повторю. Пятый слайд, повторю. Стили вы можете применять для решения множества задач. Это и улучшенная навигация, это и оглавление. Вы можете применять стили на вкладке «Главное» с помощью столбика или списка стилей, а можете дальше на вкладке «Дизайн» полностью сменить набор стилей. Вот. Выделили текст, нажали на стиль. Так стиль у нас применяется. Если вы хотите отредактировать стиль, вам надо использовать правую клавишу мыши и выбирать команду «Изменить». Мы это с вами только что сделали. Если вы хотите сохранить свой собственный набор, вам надо отредактировать все стили по вкусу, а затем на вкладке «Дизайн» сохранить ваш набор для постоянного использования. Тогда он будет у вас появляться в специальном разделе «Пользовательские». То есть вся эта инструкция у вас есть. Единственный момент. Если вы владельцы до сих пор стареньких версий программы, в 2007-2010 версии управление интерфейсом поменялось потом уже в свежих версиях программы, имейте в виду, что вкладка «Дизайн» появилась только в 13-й версии. В седьмёрке, в десятке вкладки «Дизайн» не будет. Будет кнопка вот такая вот. Специально скриншотик для вас вставила, чтобы вы видели. Вот это вот будет в 10-й версии программы. Вся вкладка «Дизайн» отсутствует. Нет, она вся собралась в кнопку «Изменить стили» и будет располагаться на вкладке «Главное». Вот так, к слову сказать просто. Мы с вами имеем точный алгоритм, как создать оглавление. Имеем с вами точный алгоритм, как получить список иллюстраций. Сначала вставить название к рисунку, а затем уже «Ctrl-End», «Ctrl-Enter», «Список иллюстраций» получить. Основа навигации по документу у вас имеется на страничке 13. «Как включать область навигации» я вам тоже написала на страничке 14. Она у вас будет иметься. И надо нам с вами сейчас еще посмотреть, мне кажется, это интересный вопрос, настройка многоуровневой нумерации. Можно все закрыть? Можно все закрыть? А вот, Андрей, вы задаете вопрос по списку литературы. Это интересный вопрос. Он не будет включен в наш сегодняшний тренинг, в наш сегодняшний семинар. Список литературы фактически это файл. Называется этот файл «Source», источник, если прямой перевод использовать. И программа Word всего лишь предоставляет интерфейс доступа к этому файлу. В этом файле у вас находятся полностью авторы. Все это вы вносите вручную. Вам нужно вначале использовать управление источниками, чтобы получить доступ к этому файлу, а затем уже вы будете получать список литературы. То есть это совсем отдельная тема. Так, НАТО, НАТО. Как вам получить презентацию? Держите. НАТО, это для вас ссылочка. Там все, и материалы вебинара, и презентация тоже. Уважаемые слушатели. Ага. Так. Открываем с вами файл под названием «Многоуровневый список». Это тот же самый файл, просто с чистого листочка, чтобы мы начали работать. Разрешите редактирование, пожалуйста. Так. Речь пойдет о том, что мы можем с вами привязать автоматическую нумерацию главам первого и второго порядка в нашем документе. Но, несмотря на то, что я процедуру вам написала, вот она, на слайде 11 она будет находиться, скриншотик вставила, процедуру описала. Ну, я так скажу, что на третий-четвертый раз получается. Я не знаю, с чем это связано. Процедура почему-то коварно обходится с новичками. И хотя я даже иногда стою, и мой ученик все делает при мне. Вот первое действие. Когда стою, получается. Как только отхожу, уже все перестает получаться. Мы даже смеемся над этим явлением. Да. Три-четыре раза, а потом почему-то получается. Вот такая мистика в программе Word. Насколько вам нужна эта процедура? Да, пожалуй, нужна. По крайней мере, я ее использую активно в написании документов. Ну, в общем, давайте попробуем. Курсор должен находиться в голове первого порядка. Вот здесь. На момент начала операции. Так, не торопимся, но и не отстаем. Когда курсор находится в голове первого порядка, на вкладке «Главное» вы открываете кнопку «Многоуровневый список». «Многоуровневый список». Открыли. Среди библиотеки списков, вот она, библиотека списков, у вас уже есть готовые варианты. Вот посмотрите, пожалуйста, вот эти вот. Четыре последних. Там, где сереньким цветом слово «заголовок» прописано, это, в принципе, уже готовые решения. Не щелкайте по ним, не щелкайте, не надо. Но они уже готовы, да, это надо для себя знать. Но мы в любом случае подходим к вопросу так, что нам нужно с вами что-то особенное. Например, я хочу, чтобы у меня перед главой первого порядка было прописано слово «часть» с римскими буквами. Часть первая было написано. А чтобы глава второго порядка у меня шла со словом «пункт А», а потом уже глава второго порядка шла, а потом пункт «Б», пункт «С» и так далее. Чтобы сделать такую что-то вот, что-то особенное, что-то свое, мы с вами выбираем команду под названием «Определить новый многоуровневый список». Новый многоуровневый список. Нажимаем с вами на эту команду, открывается окно. Но нам нужно гораздо больше, больше функционал для того, чтобы сделать привязку. И, соответственно, нам нужно с вами нажать первым делом на кнопку «Больше». Кнопка дополнительных возможностей, кнопка «Больше». Нажмите, пожалуйста. Окно становится еще больше. Соображать здесь надо по следующей траектории. У вас выбран пункт первый. Посмотрите, пожалуйста, синхронизируйте со мной. Вот я красным цветом пометила, да? Следующее, куда мы с вами должны посмотреть, это вот на эту часть, где написано «Связать уровень со стилем». И вместо слова «нет» – разверните, пожалуйста. Вместо слова «нет» надо выбрать заголовок «один». Так вы осуществляете привязку. Пункт первый. Вы связались с заголовком «один». Дальше, куда мы с вами должны посмотреть? Мы должны с вами посмотреть вот сюда, какой тип нумерации вам нужен. Русскими буквами, английскими буквами, буквами или цифрами, арабскими либо римскими. Разворачивайте, пожалуйста, список предлагаемых нумераций. Римские мы с вами найдем там, да? Нашли. И последняя процедура, но не торопитесь после нее нажимать на «Ок» – это добавление различных слов в поле формата номера. Обратите внимание, что у вас там вот эта римская единица поставлена, да? После нее идет скобочка. Вам нужна скобочка? Нет, не нужна. Будьте смелы в этом вопросе, стирайте, пожалуйста, скобочку, но римскую цифру не стирайте. Не стирайте. Установите курсор перед римской цифрой. Для этого можно использовать как мышку, так и клавиши-стрелочки на клавиатуре. И введите, пожалуйста, с клавиатуры слово «часть». Часть, пробел и вот этот вот номерочек у вас остался. То есть это то самое слово, которое будет возникать по умолчанию перед каждой главой первого порядка. Что касается нумерации, нумерация – это поле, которое будет у вас меняться. Следующая глава первого порядка будет уже иметь римскую 2, там римская 3 и так далее. Все это получится. Не торопите завершать процедуру. Нам нужно с вами цикл повторить. Давайте я еще раз его покажу. Цикл был следующим. Почему я говорю цикл? Поскольку там надо все отработать, но мы только первые два уровня отработаем. Посмотрите, как вы работали. Так работали, да? То есть вот таким треугольником мы с вами соображаем. Давайте теперь начнем цикл заново. Только выберите теперь в списке двоечку, которую мы с вами связываем. Вместо слова «нет» выбираем заголовок 2. Нумерация для этого уровня у нас будет русская буква. Русские буквы ищите. Вот это ABC. Нам не нужны там ежисть. Русские буквы. Где-то внизу. Давайте промотаем в самый низ. ABV. ABV – маленькие строчные буквы, возьмите. Допустим, скобочка меня здесь устраивает по формату номера. Но хочу добавить слово «пункт». Ой, не то. Пункт А. Со скобкой. Пусть будет скобка. Пункт А. Со скобкой. Итак, мы можем с вами третий цикл пройти, четвертый цикл. Но нам два достаточно. У нас просто заголовков большего количества уровней в этом документе и не имеется. Нажимаем с вами на ОК. Должна быть магия. Я нажала на Escape. У меня магии нет. Я сейчас быстренько вас догоню. У вас магия случилась? Это вам хорошо. Так. Часть 1. Все верно. 2. С заголовком 2. Нумерация мне нужна русская. Я маленькими буковками слово «пункт» добавлю. Пункт А. Все. Окей. Вроде бы. Да, у меня тоже случилась магия. Часть 2 потом идет. Да, пункт. Нумерация снова сначала. А, Б, Б пошла. Часть 3. Нумерация снова сначала идет. Вот этот принцип, который взят за основу по работе с договорами. Использует этот принцип. Хотя, это, знаете, база, отправная точка. Был очень сложный документ, с которым приходилось придумывать какие-то дополнительные способы работы. Этот документ был разделенный на две части. Это очень популярная процедура, что слева русский текст, справа английский текст. Но нумерация должна совпадать. Да, да. В англоязычных компаниях часто такое встречается. Тогда, конечно, приходится побольше повозиться. И это уже даже, скажем, не какой-то стандарт. Это отдельный консалтинг уже процедура идет. Ну что ж, это основа. Это основа, если выполнить ее несколько раз, чтобы рука набилась, можно приступать к более сложным процедурам. Сохраните, пожалуйста, ваш документ многоуровневый список. Сохраняем, закрываем. Сохраняем, закрываем. Предлагаю вам пятиминутную тренировку вспомнить еще раз, что такое список иллюстраций. Откройте, пожалуйста, следующий документ список иллюстраций. Иллюстрации, кстати, уже вставлены. Нужно только к ним правильно вставить название. Помните принцип работы? Правой клавишей мыши по рисунку вставить название. Само название писать не надо, просто окей. Повторите действие со всеми рисунками. Правой вставить название. А затем нам нужно с вами создать список иллюстраций. В конце документа... В конце документа мы с вами создаем небольшую надпись «Список иллюстраций». Можно оформить как главу первого порядка. И вспомнить, где находилась у нас команда. Таким же макаром мы оформляем вообще любые объекты в программе. Не делайте, пожалуйста, сейчас не работайте. Я хотела бы быстренько продемонстрировать вам. Отдохните несколько минут. Перед вами сейчас будет другой тип объекта, тоже очень популярный в программе. Это таблица. Я вставила пустую табличку и к ней тоже я вставляю название. Правой клавишей мыши по таблице команда вставить название. Меняю тип подписи. Это у меня уже не рисунок, а таблица. Самому варду все равно. Да, мы должны указать, что это за тип объекта самостоятельно. Вот таблица 1 у меня пошла. Где-нибудь еще вставлю таблицу. Вставляю табличку. Вставляю к ней название. Таблица 2 пошла. И еще где-нибудь разорву абзац. Допустим, у меня есть еще одна табличка. Вставляю к ней название. Таблица 3 уже. Ага. Могу ли я дополнить список иллюстраций теперь еще и списком таблиц? Да, могу. Я пользуюсь той же самой командой, которая создала мне список рисунков. Только тип мне нужен уже. Она автоматом предлагает. Список уже не рисунков я создаю, а список таблиц. Подтверждаю командой ОК, пожалуйста. Таблица 1, 2, 3, которая находится на каких-то страницах. Это касается любых типов объектов вообще. Вы вставляете название, самое главное, правильно. Все остальное будет зависеть от вас. А если я создаю здесь что-то необычное, например, какую-нибудь схему на ваших глазах, не работайте, отдыхайте, я вставляю схему смарт-артовского типа. Подобная схема может представлять из себя процесс, цикл, да все что угодно. Например, вот такой простенький смарт-артовский процесс. Правой клавишей мыши по смарт-арту я щелкаю и выбираю команду «Вставить название». Это не таблица, это не формула, это не рисунок. Как же мне выбрать правильную категорию? С моей точки зрения это схема. Если у вас нет здесь нужной вам категории, вы будете нажимать на кнопку «Создать», чтобы создать категорию. Ну, то есть целую категорию объектов. Нажав на команду «Создать», я называю это как «Схема». Делать это нужно только один раз. Все видно уже, схема один, все, поехали, да? То есть это делается не каждый раз, а именно когда вам нужен совершенно новый типаж. Схема один, окей. Все, если я в дальнейшем собираюсь вставлять смарт-арт где-нибудь, еще один. Вставка «Смарт-арт», выбираю какой-нибудь, допустим, это будет у меня цикл. Выберу цикл, вставляю правой клавишей мыши команда «Вставить название», вот «Схема 2» уже. И точно так же в дальнейшем я могу создать список схем в конце моего документа. «Контрол-энд», иду в конец, таблицы у меня есть, касается ли это «Схема». Да, касается. Список схем я тоже могу создать. То есть когда вам нужно создать список ваших элементов, вам нужно просто выбрать тип того, что вам нужно, и нажать на кнопку «Окей». Вот он, список схем уже пошел. Переход работает. Работает. Все. Уважаемые слушатели, сохраняйте при желании, сохраняйте, закрывайте во всяком случае этот документ. Со списком иллюстраций мы с вами познакомились. Крайне важно вставлять название правильно, чтобы потом получить список иллюстраций. Вот такой небольшой итог по этой теме мы с вами подвели. Ну и последняя тема у нас – гиперссылки. Откройте, пожалуйста, файл гиперссылки. Файл гиперссылки. Что такое гиперссылка обычная? Я в презентации этого не вставила. Я только перекрестную вставила. Вот, 15-й слайд. Что такое гиперссылка обычная, я просто вам напомню. С вашего разрешения хочу вам напомнить очень простенький материал. Выделите, пожалуйста, фразу. Ой, позвольте мне ответить на вопрос слушателя вебинара. Андрей, я, в принципе, ждала этого вопроса. Андрей, показываю. Сначала я хотела бы озвучить вопрос Андрея. Хороший, отличный вопрос. Можно ли изменить стиль подписи? Вот это вот, видно? Схема 1, рисунок 1. Внешний вид подписи сразу во всем документе. Ответ «Да, можно». Если «Да, да, да», это название. Помните, как мы с вами для главы меняли название? Первого, второго порядка. Как у нас было? Курсор находится в тексте, который собираемся менять. Затем правой клавишей мыши мы с вами щелкаем по стилю. В данном случае это стиль названия объекта. Команда «Изменить». Хочу, чтобы все названия рисунков были красного цвета, чтобы шрифт был Arial, размер 13 пунктов. Жирный курсив в подчеркивании. Весь хлам добавлю. Окей. Видно? Сразу во всем документе. Это тоже часть стилевой работы. Это стиль по названиям. Вы можете менять, Андрей, стиль с носок в вашем документе. Стиль чего угодно, если просто знаем, что это стиль. Итак, мы с вами открыли файл гиперссылки. Хочу сначала напомнить вам, что такое обычная гиперссылка. Выделите, пожалуйста, фразу «Другие варианты логотипа». Фраза эта находится в верхней части документа гиперссылки. Затем я прошу вас нажать Ctrl-K на клавиатуре. Либо вы можете щелкнуть правой клавишей мыши по выделенному тексту и выбрать команду «Гиперссылка». Ctrl-K. Вот так. Это обычная внешняя ссылка, где мы с вами можем выбрать «Другие лого». Выберите, пожалуйста, файл «Другие лого». Традиционный цвет синего, синий вы видите, да? То есть обычная гиперссылка подразумевает всего лишь связь между файлами. Удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре, вы щелкаете по данному тексту и у вас должен открыться файл под названием «Другие параметры логотипа». Все верно? Другие лого. Это всего лишь связь между файлами. Закройте этот файл «Другие лого», он нам не нужен. Продолжаем работать. Какой вид у гиперссылки может быть еще? Выделите, пожалуйста, фразу «Официальный сайт». Нажмите Ctrl-K на клавиатуре и давайте напечатаем www.specialist.ru Напечатаем в поле адреса. Вообще-то, если бы вы этот адрес набрали бы просто где-нибудь на страницах, он тоже был бы рабочим. Но адреса бывают часто длинные, безобразные, в несколько строк, и именно поэтому их часто скрывают под такими лаконичными фразами, как «Официальный сайт», или «Сайт покупки», или «Программа курса». Напишут что-то приличное, а длинную, уродливую какую-то гиперссылку вкладывают сюда. Разумеется, не печатают ее с клавиатуры. А что можно сделать? Можно просто скопировать с адресной строки, ну и вложить непосредственно вот сюда. Ctrl-C, Ctrl-V тоже будет работать. Итак, окей. Удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре, вы щелкаете по фразе «Официальный сайт», и через некоторое время должен запуститься у вас браузер, некий браузер по умолчанию, это может быть Internet Explorer, Google, ну что-нибудь должно запуститься на нашей страничке специалиста. Это обычные гиперссылки, которые есть в программе Word, в программе Excel, а также в программе PowerPoint. То есть во всем пакете принцип их абсолютно одинаковый. То же самое сочетание клавиш Ctrl-K на клавиатуре, и вот эти два основных типа. Тип – это внешняя гиперссылка в виде файла, либо в виде веб-странички. А вот то, с чем я вас сейчас собираюсь познакомить, это Cross-References, перекрестная ссылка. Это ссылка на главу вашего документа, или ссылка на рисунок в вашем документе. Данный вид ссылок называется перекрестный внутренний, второе название, внутренняя ссылка. И немножко меняется способ работы. Установите, пожалуйста, курсор после фразы нашей работы. После фразы нашей работы. То есть до этого мы с вами текст выделяли, правильно, да? А здесь нет, здесь не выделяется. К этому надо просто привыкнуть. Затем вы команду можете найти сразу в двух местах. Либо на вкладке «Вставка» вы найдете команду «Перекрестная ссылка». Вот так будет выглядеть. Рядом с гиперссылкой вы можете найти. У нас интерфейс немножко по-разному выглядит, в зависимости от размера монитора, команды могут сжиматься и прятаться в группы. Либо на вкладке «Ссылки» вы можете найти команду под названием «Перекрестная ссылка». Она будет находиться в группе названий. Вот здесь. Либо там, либо там. Нажмите, пожалуйста, на команду «Перекрестная ссылка». Ну или добавить перекрестную ссылку. Открывается следующее окно. «Перекрестную ссылку», то есть ссылка на какой-то элемент в программе, в текущем документе, на какую-то страничку, вы можете согласно абзацу нужному, номер абзаца можно указать. Либо разверните, пожалуйста, список под названием «Тип ссылки». Вы можете выбрать заголовок, закладку, сноску. И давайте еще чуть ниже прокрутим. Вы можете выбрать рисунок. Выберите, пожалуйста, рисунок. Часто именно на рисунке делаются перекрестные ссылки. Но на первом месте, пожалуй, именно главы. То есть ссылка на какую-то главу прямо внутри документа. То есть для того, чтобы ознакомиться с такой-то информацией, перейдите к главе такой-то. Это часто встречается в документе, как в бумажном, так и в электронном. Так. Выбрали рисунок. У нас один-единственный рисунок в этом документе находится. Нажмите один раз на команду «Вставить» и закройте это окно. У вас должен быть следующий вид. Наши работы двоеточие «рисунок 1». Странно, что слово «рисунок 1» не выделяется, да? Ну, опять-таки, к этому тоже надо привыкнуть. Часто люди создают для таких целей специальный стиль оформления. Удерживая клавишу «Контрол» на клавиатуре, щелкните, пожалуйста, по рисунку «1». И вы перемещаетесь на эту иллюстрацию. Вот в этом как бы дело. А обратно как? Ножками. Ножками, да. То есть обратно мы с вами мотаем. Обратно. Вот, кстати, за это перекрестные ссылки не любят. Когда ты на сайте находишься, обратно как перейти? Ну, клавиша «бэкспейс» на клавиатуре, да? Там человек, когда долго торчит в интернете, потом в барде нервничает сильно. Здесь, да, если вас перекрестная ссылка куда-то завела, обратно выплывать надо самостоятельно. Клавиатура, к сожалению, вам тут не поможет. Ну, «Контрол Хоу» можно нажать в крайнем случае, да, наверх, в начало документа перейти. Итак, перекрестная ссылка – это ссылка на рисунок, либо ссылка на главу вашего документа. Вот, удерживая клавишу «Контрол» и щелкая по ней, вы можете перейти на этот участок текста, либо на этот объект в документе. Сохраните, пожалуйста, снова, закройте. Да. Сохраняем, закрываем. И я прошу вас сейчас открыть снова самый первый файл, с которым мы сегодня знакомство проводили со стилями. Демонстрация стилей. Откройте, пожалуйста. В настоящее время я пишу методичку по 2016 версии программы PowerPoint. А это часть методички по 13, по предыдущей версии. Ну, это никакой не секрет, да, тем более это самые первые страницы, совсем немножко. Я взяла это только как пример, как могут выглядеть длинные документы. Демонстрация стилей, да, наш самый первый документ. Взяли. Если вдруг мне требуется этот документ защитить от лишнего форматирования, а представьте себе, что, например, этот документ дальше должен дописывать другой человек. Другой человек. Ну, скажем так, менее компетентный, да. Этот человек может ненароком что-то, ну, взять что-то вот такое вот, да. Ну, душа же широкая, большая, что-то где-то хочется жирным, где-то курсивом, где-то что-то выровнять. А то и на вкладке дизайн сменить вообще стилевое оформление, а нельзя. Я хочу, чтобы этот человек просто сидел и печатал. Больше ему нельзя делать ничего. Но если я скажу нельзя, это же никак не повлияет, да. Да, это же не могу контролировать. Но мы сможем сделать, защитить наш шаблон, защитить наши принципы работы с помощью специальной защиты. Это последняя тема на сегодня, последнее, что я хотела бы сказать. И это у вас отражено на двух последних слайдах. На шестнадцатом слайде текущей презентации у нас отмечено, что в шаблон могут быть еще и подшиты параметры защиты. И самый последний слайд презентации рассказывает нам о том, как именно это сделать. Пройдем с вами на вкладку «Рецензирование». На вкладке «Рецензирование» нажмите, пожалуйста, на кнопку «Ограничить редактирование». Вкладка «Рецензирование» – «Ограничить редактирование». Поставьте галочку на фразу «Ограничить набор разрешенных стилей» и щелкните по кнопке «Настройки». Ну, когда вы на вкладке «Рецензирование» нажмете на команду «Ограничение», вот, вот сюда, вот сюда надо пройти. Ищем-то идти на ссылочку «Настройки», открывается окно, где мы с вами выставляем запрет. Запретить смену темы или схемы. Запретить смену набора экспростили. Запретить, запретить. Есть? Нажимаем с вами на «Ок». Если документ уже содержит что-то запрещенное, у вас будет выбор, удалять то, что, например, я сделала, или не удалять. Но то, что я сделал, наверное, удалять не будем. Если у меня где-то все-таки рука сорвалась сделать что-то жирным, пусть останется. Ну, я же все сделал в любом случае правильно, правильно же? Вот, поэтому не удаляйте, если у меня что-то выбивается из стилистики, нажмите на кнопку «Нет», не удаляйте то, что сделала я. И подтверждаем с вами окончательно командой «Да, включить защиту» в этом столбце. Пароль можно вводить, можно не вводить. Ну, не вводите пароль, просто нажмите на команду «Ок». Ну, разумеется, если вы хотите капитально защитить ваш документ, все-таки пароль лучше ввести. Что же мы с вами сделали? Представьте себе, что вы этот документ откроете и собираетесь его как-то поменять. Скажите, пожалуйста, на вкладке «Дизайн» вы можете сделать что-то плохое сейчас? На вкладке «Дизайн» вы можете поменять шрифтовую, цветовую схему, а то и набор стилевых решений? Нет, не можете, да? Не можете. И никто не сможет. Может только человек, который знает, как отключается защита. А отключается она вот этой кнопочкой «Отключить защиту» там. «Рецензирование», вот если заново открыть, ограничить редактирование, вот она, «Отключить защиту». Тогда отключится, да, тогда все можно будет сделать. А скажите, пожалуйста, на вкладке «Главное» можно ли использовать команды группы «Шрифт» и группы «Абзац»? Нельзя, нельзя. То есть человек волей или неволей должен использовать для оформления только стилевое окошко, которое работает, а обычные способы работы с документом не функционируют. Вот такая вот насильная защита, которая выставляется на документ, призвана ограничить действия пользователя на предмет шрифтов, чтобы он не использовал все, ну, как в детском саду, скажем, тогда, чтобы придерживался стройной линейки по оформлению. Конечно, когда не знаешь, в чем дело, это сильно смущает, а то и раздражает. Часто такие запреты выставляются на корпоративных документах. Но если знаешь, в чем дело, к этому уже начинаешь относиться спокойно. Сохраните, пожалуйста, этот документ, пусть он у вас будет защищен. Сохраните, закрывайте. Ну и, собственно, все, друзья мои. Я была рада рассказать вам о том, что такое стили и как можно их использовать для того, чтобы получать автособираемое оглавление, для того, чтобы гибко менять все оформление в документе и использовать область навигации, а также делать многоуровневую привязку. Всем большое спасибо. Была рада, если вам это понравилось, показалось интересным. Спасибо. Спасибо.